Добрый вечер дорогие друзишечки, я Нептун и сегодня мы попали в очень интересное место, поскольку это SCP-087. Да, это та самая пугающая лестница, слухи о которой блуждают по интернету уже не один год. И вот наконец я добрался до этой игрушечки своими загребущими руками. Ух ты, блин. Ой, блять, я не хочу туда и обратно. Как, как, как? Он даже не хочет идти обратно, только если прыжками. Жесть какая. Меня, я так понял, вытрули из какого-то там коридора в этот лестничный прогиб. Значит, дорогие друзья, что из себя представляет эта игра, да? 0.87 и все, что такое SCP? Вот, кстати, мы уже один этаж прошли, это здорово. Значит, SCP, насколько мне известно, я надеюсь, меня не закидают помидорами фанаты данного творения, но я так слегка погуглил. В общем, SCP, да, это аббревиатуря означает Special Containment Procedure или сокращенно Secure Containment Protect, означает, то есть переводится как обезопасить, удержать и сохранить. Это некий международный фонд, некая организация, которая занимается сбором разных паранормальных явлений, объектов, сбором их содержанием в какой-то, видимо, секретной лаборатории, их безопасному исследованию, то есть задача организации обеспечить безопасное обследование этих явлений. Эти явления могут быть как безобидные, так и чересчур опасные для человека, разумеется, не только для человека, порой и для всего мира. А цифра, которая идет после SCP, означает порядковый номер, видимо, определенного аномального объекта. В данном случае 087 означает лестницу. Сути этого объекта мне пока понять не удалось, я, видимо, выступаю в роли подопытного кролика, которого торкнули на эту лестницу попробовать на своей шкурке узнать все прелести этого объекта. Итак, мы уже спустились на сколько этажей, я не знаю, суть игры, в общем, проста, нам нужно просто спускаться тупо вниз. Пятый этаж, пятый уровень, да, вроде бы там сверху был нулевой, потом первый, как вот на кораблях, знаете, там вроде бы спускаешься вниз, уровни растут. Или лестничные пролеты, можно так назвать. Про эту игру на самом деле давно выходили легенды в интернете, я просто не мог пропустить мимо себя это творение, она довольно старая, хоть я, к сожалению, и узнал об этой игре совсем недавно. Позор мне, седьмой пролет. В общем, фишка в том, что я здесь не могу ни бегать, ни сражаться, у меня ничего нет, я даже фонарик не могу отключить. Хотя я даже не уверен, что у меня вообще есть фонарик, хотя вот тень вроде падает от перила. Да, не сказал бы, что у меня есть фонарик. Вот. И, собственно, все, что нам нужно делать, это спускаться вниз. Очень интересно. И очень позитивно. На самом деле, я пытаюсь как-то приободрить самого себя, поскольку это реально угнетающая атмосфера, очень сильно давит на мозги. Если вы прислушаетесь, такой страшный гул, какой-то вот, как от реактора, знаете, на заднем плане. И вот сейчас как-то вот все вытянуто у меня перед глазами. Не знаю, откуда такой эффект. Но это тоже немножко напрягает. Чудо этой природы, этого аномального объекта, значит, заключается в том, что каждый подопытный видит на этой лестнице нечто, ну, пугающее лично его. То есть, все зависит от его уровня страха, от его подсознания. Так, двенадцатый пролетик. Дорогие друзья. Довольно пугающая обстановочка, учитывая, что я слышу какое-то дыхание. Чье дыхание, я даже не знаю. Наверное, это, надеюсь, это мое дыхание. Вот, честно, я даже не знаю, что меня дальше ждет, поскольку... Ну, это просто какая-то игра безысходности. Надеюсь, что за мной никто не идет, не преследует. Я знаю, любят такое в играх. Вроде бы спокойно, а сейчас какой-нибудь скривер перед мордой у меня появится. И жесть начнется, блядь, что это за звуки начались. Ебана. Это как будто, знаете, кто-то молотком херачит по стенке. Как будто где-то сверху. Жесть, конечно. Надо отсюда сваливать. Здесь вообще есть выход хоть где-нибудь? Потому что я прошел уже 15 пролетов. Ни одной двери я не встретил на своем пути. Какая жесть. Какая жесть. Тут вообще очень темно и страшно. И я бы не сказал, что это какой-то современный. Я даже не знаю, где находится эта лестница. Вроде бы как будто подъезд, как у нас на матушке России. Но с другой стороны похоже на какую-то то ли канализацию. Сюда заброшены вот эти вот потеки сверху. Черный. Жесть какая. А звуки все громче и громче, блядь. Так, собрались. Чего мы боимся-то? Все нормально, все замечательно. Мы идем. Пока ничего не происходит, это радует. Восемнадцатый. Восемнадцатый пролетик. Восемнадцатый этаж. Если считать сверху, да. Вот. Знаете, если где-нибудь из темноты выскочит какой-нибудь черный властелин. Там, мы... С словами, hello, motherfucker. Я очень сильно обделаюсь. В этой игре. Или там какой-нибудь ежик в тумане. А тем временем уже двадцатый пролет. Двадцатый этаж. Отлично. Мои нервы на пределе, потому что... Это дыхание сбивает с толку, но радует, что... Звуки вот удара молотка сверху, да, они пропали вроде бы. Это значит, что сейчас начнёт какой-то новый способ запугивания. Вообще, очень удивительная игра. Знаете, я для себя энди-ужастики разделили на несколько категорий. Значит, ужастики, да, со статичными скримерами, с ужастики с динамичными скримерами. И вот этот уникальный образец, это игра, основанная на чувстве, знаете, чувстве тревоги, вот такое чувстве опасности. Когда вроде бы ничего не происходит, да, на первый взгляд. Изначально нет никакой предыстории. Мы не знаем, кто за нами охотится, или охотятся ли вообще. И вот это неумолимое, тяжёлое ожидание чего-то опасного. Это тревога, которая нарастает с каждой минутой. Основной страх подобных игр происходит у нас в голове. Наш главный враг здесь не скример, не слендер и не Джеффи. Наш главный враг в этой игре это наше подсознание. Наше ощущение опасности. Двадцать четвёртый этаж, дорогие друзья. Буду с вами откровенен. Я немножко прочитал про эту игру, прогуглил довольно неплохо. И даже мельком так посмотрел некоторые прохождения в интернете, да, на ютубе. Что это нахер за звук неприятный? Я же не знаю, куда мне бежать. Что? Что, блядь? Нахер, 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 блядь. Это было очково, ребята, если честно. Такой звук ветра, знаете, или как будто сквознякал. Непонятно, откуда он, сверху или снизу, и не знаешь, куда бежать. Ну вот, бежать, к сожалению, свободно. Назад я не могу. Там, как бы, невидимая стенка вырастает, только если прыгать или вот по перилам, да, взбираться. Ну, это, по-моему, просто тупо и бессмысленно, идти назад, только если кто-то спереди на меня побежит. Фух, 27 этажей, 27 этажей тупого напряга. Так вот, я посмотрел, да, какие-то там отзывы, описание данной игрушечки. Тут действует какой-то определенный рандом, да, на котором происходит что-то жуткое. Ну, знаете, прочитав, что происходит что-то жуткое, и причем рандомно, мне от этого, если честно, не легче. И вот я сейчас в напряжении сижу весь сжавшись, знаете, на стуле. У меня в комнате довольно темно, наушниках играет хороший такой бас, который можно услышать на заднем плане. И, в общем, я весь в напряжении, я жду, что меня испугает. Кстати, вот экран, изображение до этого было немножко вытянуто, да, вот заметили. Сейчас вроде бы немножко пропал этот эффект. Но, тем не менее, мы уже пришли к 31-му пролету, а пока все спокойно, как в Багдаде. Отлично. Это меня очень радует. Возможно, я сейчас просто приду, уткнусь в стенку, а там будет дверь, я открою, а там ромашки, зеленое поле, травка, облака и надпись. Хэппи-энд вы прошли игру, да. Потом я проснулся в лесу, и мне начал жучить слендер. Какие мысли нехорошие ко мне в голову лезут. В это страшно. А, блядь! Фу, сука! Что это нахер, блядь, было? Охренеть! Я аж подскочила. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. У меня аж руки вспотели. Что это за херня, а что это за тени, блядь? Я аж до потолка, по-моему, как Марио прыгаю. И сейчас от головы осталось пробить потолок от охерения, блядь. Что это за херня? Ой, так еще причем неожиданно, ребята, это жесть, да. Что-то мне... Хе-хе-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Что-то мне расхотелось идти вниз, но... Вверх идти тоже, наверное, не айсово Там ждет Там меня, наверное, уже ничего не ждет Это просто как-то глупо Возвращаться, надо все-таки пройти до конца Посмотреть, что ждет меня Впереди 35-й пролет Меня испугала жесткая Чупакабра черная, блять Опять эта херня началась Опять, блять, изыди нахер, изыди Какой-то сквозняк Хотя, по идее, я смотрю, здесь Вроде бы нет никакого Никакой трещин, двери, окна Ничего, что могло бы пропускать сквозняк 37-й пролетик, ребята Что нас ждет впереди Что нас ждет впереди Да, это вообще Это уникальная игра, я бы сказал Да Это чистейший психологический ужасик Просто чистейший, в чистом виде Давление на психику такого рода Еще поискать Здесь, наверное, больше, не знаю Половины воздействия на игрока Как раз происходит за счет Вот этого звукового сопровождения Это дыхание, непонятно Откуда оно Исходит Мое оно или Чего-то Что я не вижу Вот этот звук Давящий, очень тяжелый Пасовый такой На заднем плане Периодическое постукивание Периодическое Дуновение какого-то ветра Я не знаю, что меня ждет дальше Наверное, тоже Что-то в этом духе Ничего хорошего Я не жду Вот все это в совокупности Учитывая еще Вот эту Клаустрофобическую Комнату Вот это помещение То есть Сами по себе Проход довольно узкий Нет Комнат Тупо лестница Вот тупо проемы Проходы Пролеты Ну, естественно Самый главный фактор Это ожидание Опасности Каждый новый пролет Мы спускаемся в неизвестность Знаете На несколько секунд Пока вот Ну, не светлеет Площадка Да, вот та вот Ой, блядь Блядь Вот, вот Сука стоит Вот стоит Вот, блядь Вот, вот Нахер, нахер Блядь, подонок Я тебя спалил, урод Так вот Пока мы Не спускаемся на площадку Да, пока она не попадает В поле зрения Блядь Очко жестко Сдавливается На несколько секунд Блядь Как тебя Как тебя нахер Как тебя нахер Бойти-то Как тебя Как тебя Ай, блядь Блядь Сука Захерали Захерали меня так пугать Ну, вроде бы у меня нет Никакой полоски жизни Да там То есть, вроде бы, я не умираю, и никакого вреда они мне не наносят, но всё равно это дико неприятно, блядь. 45-й, 45-й проход, 45-й пролётик, дорогие друзья. Кстати, я немножко выдохну, и пойдём дальше. Как я уже сказал, каждый новый пролёт, каждая новая площадка, и сердце на минутку застывает, на пару секунд просто замирает тело в ожидании появления нечто страшного. Так, ладно, ребят, давайте соберёмся, мы же храбрые-храбрые-храбрые искатели приключений. Кстати, я очень высоко здесь прыгаю, ребят, очень высоко. Смотрите, я буквально могу головой пробивать... Сейчас не получилось. Вот, вот, почти до 100... Ой, блядь... С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с. Сраный публик. Да коли? Такое... Такое ощущение, как будто они поджидают, они как будто знают, что я... Где-то там на ступеньках Заговорился Блять, да что ж такое Жесть какая Как будто они знают, что я там Заговариваюсь Теряю немножко, знаете, внимательность Теряю внимание на происходящем И они тут же летят В меня, тупо в морду Это реально страшно 50, ребята, 50 пролетов Полсотни Давайте соберемся Будем немножко внимательнее Попытаюсь поменьше Поменьше говорить Я просто пытаюсь И честно Не соврать Я когда говорю, мне не так страшно Я отвлекаюсь от происходящего Просто если я буду молчать Играть молча Или вообще все Я, наверное, просто не выдержу Держу психологического давления 52 пролет Что нас ждет в этом пролете Вот когда я сконцентрирован Когда я внимательно смотрю вперед Вроде бы никого нет Как секунд подлости какой-то Причем камера так устроена Интересно Когда я спускаюсь, да То есть Самый дальний Вот видите угол Он немножко вот Затемнен То есть я не сразу вижу Всю площадку Куда мне предстоит спуститься А вот эта хрень Может стоить в самом дальнем углу Или в самом дальней Дальней точке Вот где-нибудь здесь Вот так вот стоять И вот так вот вылететь на меня Испугать меня До полусмерти Так Давайте-давайте Еще немножко Сколько интересно мы Продержимся 56 Хотелось бы конечно До сотенки Вообще Сотенка Такое красивое число Особенно учитывая Здешнюю реальность Ой блять Здешнюю реальность 67 67 Ладно Все Я должен признать Что все-таки Я уже немножко привыкаю Это Эффект неожиданности Конечно пугает Но тем не менее Пока я видел только тени Я очень удивлюсь Если где-нибудь оттуда Блять Сверху Хоть бы труп Упадет Мне на голову И начнет меня догонять Это будет конечно Житчайшая вещь 59 Блять 59 Так вдумайтесь В эту цифру У меня такое ощущение Или Окружение немножко поменялось Текстура что ли Как будто Более Старая Более каменная Что ли Стала И как будто Перила Более Более Какие-то изношенные Более потертые Хер знает Может быть это Моя фантазия Просто Играет со мной Злую шутку Потому что Мы проходим 60 Пролет 60 Это просто Жесть Это какой-то Деба скриптовер Который идет Возможно Где-то Под землей Вообще Стоит помнить Что это все-таки SCP Здесь все возможно Я читал Несколько Знаете Это вообще На самом деле Насколько я понял Я почитав Google SCP Это Вообще Собоявление Оно было придумано Еще до игры То есть Существует Какой-то сайт Знаете Вроде Крипи истории То есть Просто запугивать Читателей Туда публикуют Разного рода Информацию О вот этих Разных Аномальных Явлениях Якобы Эта организация Существует На самом деле Якобы Там Их дофига Разных Разного вида Аномалий Все это описано Все это Как бы Якобы Задокументировано Все так четко Знаете Правдоподобно Расписано Что если Вчитаться Вот Суть дела Вглубь Текста То Реально Можно Как будто Поверить В Происходящее Вот Изначально Было Вроде бы Так Вроде бы Просто Было Все на Бумаге Но Со временем Естественно Эта затея Начала Обрастать Популярностью 66 Ребята 66 Популярностью И Естественно Ярые фанаты Начали Изобретать В данном Случае Начали Уходить Инди Ужастики Выходить Разные Игры Об Одном Из Этих Аномальных Объектов В данном Случае Эта Лестница Я уже Отчасти Понял Суть Этого Объекта Значит Это Бесконечная Лестница Я так Понимаю Или Мы Куда Нибудь Придем Все Таки Вот Что Давно Никто Никто Не Появлялся Это Даже Как То Странно И Опять Пошел Пошел Блять Этот Ветер Жесть Какая Жесть Это Просто Жесть Так Давайте Немножко Разнообразим Немножко Поэкспериментируем В Прошлый Раз Я Заговорился Я Начал Смотреть На потолок На стены И Эта Херь Появилась А Сейчас Наверное Минут Пять Иду Внимательно Всматриваясь И ничего Не Происходит Мне кажется Или Сейчас Было Что-то Жесткое Необычное Откновение Сквозняка С каким-то Знаете Потрескиванием Что ли Так Ну давайте Попробуем Ну вот мы Там Обычно Что-то Такое Делали Наверх Смотрели Отвлекались Неторопливо Двигались Нет Никакой тени О Это Проблема Наверное Знаете Хочется Эту игру Оценить По очень Высокой Оценке Потому что Это реально Это 74 Кстати Пролет Ребят Это реально Какой-то Шедевр Мне это Очень нравится Это реально Пугает Это реально Давит И если Играть Одному Ночью В темной Комнате Ну вечером Ночью Тут реально Можно наложить Только кирпичи Это жесть Какая-то Это реально Я просто хочу Сейчас уже Быстренько Прийти К какому-то Логическому Завершению Не знаю Просто отложить Наушники Немножко в сторону И просто Где-нибудь Посидеть Расслабиться Это угнетает Блять Сволочь Проклятый А Сраный Бублик Вот опять Заговорился И теть Вылетела Меня Решила Захавать Но я так Просто Не дамся Нептуны Не сдаются Нептуны Идут Только вперед И никогда Не отстают Причем Вот эти Какой-то Странный Силуэт Если вы заметили Не знаю Может потом Как-то на паузе Или на Повторе Посмотрите Насколько я понял Там Какой-то Существо Да С двумя ногами И лапа Ну и что-то вроде Знаете Баттл Тотс Там Жабы две боевые Бегают на Денди Вот что-то подобное Ну только в статичном варианте То есть тень Она как бы не двигает Конечностями Просто летит в меня Вот сейчас Такой глухой удар Был где-то Вверху Такой басом Ударил мне в наушники Ну надеюсь Это всего лишь Мое воображение А впереди Нас ждут Уже упомянутые Ранее цветочки Радуга Облака 81 пролет До сотенки Осталось всего ничего 19 пролетов Ребята Кто-нибудь Кто проходил эту игру Ребят Можете в комментариях Там Отписаться Поделиться Своими рекордами Я с радостью Прочту Блять Фух Сраный Бубель А Это уже не только Пугает Просто Неожиданный эффект Реакция Не срабатывает У меня уже Ти тень не мерещится Просто как будто Здесь только что Была тень Ладно Воображение Давай прекращай Со мной играть Плохие шутки Так вот Ребят В комментариях Отпишитесь Кто До какого пролета Дошел 84 Если я не доживу До сотенки То Кто хотел бы Узнать Сколько вас таких С крепкими Нервишками Ну-ка Посмотрим Сколько я Перепрыгну Лестничных ступенек За один прыжок Мало Ну возможно Я просто Ударился головой Прыжки здесь Реально Очень высокие Знаете Как Вот реально Марио Просто Жесть А было бы Забавно Если бы Можно было Через перила Перепрыгивать Опа В принципе Можно Но вот Непосредственно Между вот Этими перилами Я скорее всего Просто не влезу Да Моя жирная Задница Туда не пролазит Черт возьми Надо есть Меньше Гамбургеров Черт Билл здравый Что предупреждал Ожирение Главного героя Проблемы Но я все таки Думаю Что я приношу Успех Приношу Пользу Моей любимой Организации SCP Возможно Где то Вам нет В руке Или в ноге Установлен жучок За мной следят Сейчас Ребята В белых халатах Наблюдают На своих мониторах За моим поведением За моей реакцией За всем Что я делаю В этой Засчастной Местнице Знаете У меня такое ощущение Что это все Ненастоящее Как будто Я иду всего лишь На одном проеме Он просто повторяется Он где то снизу есть Вроде галлюцинации Да и сверху И все Я просто хожу На одном и том же проеме Который бесконечно Повторяется Снова и снова Меняется только Вот Цифра Чтобы вести меня В заблуждение В принципе И такой вариант Возможен Я думаю 92 проем Ребят 92 проем Не проем Извините Пролет Ошибаюсь Заговариваюсь Потому что Нервы на пределе Руки вспотели А я ожидаю Очередной тени Блять Что это нахер Ой блять Это 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 что то Не очень похоже На тень Это Что за Белое Пятнышко Там на стенке Я отсюда не вижу Блять Смотрите Контуры Какие то Руки Ноги Блять Это Нахер 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 Блять По съебам Выдать Отсюда По хорошему Что то Нахер 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 Что за Блин Забледнолисуя Что то Блять Забледнолисую Обеща Такое Стоит Там Нем Тебе Можно Как-то Перем Он На меня Смотрит Смотрите Куда Куда Я бы Не Пошел Опа Я его Перепрыгнул Нифига Себе Я Я не Хочу К нему Подходить Потому Что Мне Кажется Что Ничего Хорошего Мне От него Ждать Не Придется Наверное Ну Это Конечно Живость Я Надеюсь Больше Не Повстречаю Этого Страшного Урода Блять Вот Вот Ты Вот Ты Садишь Я тебя Вижу Скотина Иди 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 Хотя Бо Я был Готов К этому Он Вывалился Так Неожиданно Знаете Как Черт Стабакерки Они Это Любят А Я Не Очень Девяносто Седьмой Пролет Я Все-таки Доберюсь До своей Сотни Я Я Должен До сотен Какие-то Добраться Я Просто Обязан Это Сделать Я Поставил Себе Цель Я Это Сделал Вот Вот Блять Я тебя Уже Вижу Фу Ребят Ну Теперь Уже Не особо Страшно Если Честно Я Примерно Более Менее Готов Встречу С тенями И К Челу В белой Маске Блинолисому Ублюдку Че Это А 99 Показалось Два Нуля Я Еще Так Думаю Че Куда Я Пришел Общий И Сот Этаж Сот Этаж Может Быть Там Двери Или Выход Сот К Есть Сот К Ребят Давайте Давайте Порадуйте Меня Чем Небудь Ой Жесть Какая Такое ощущение Как будто я стал ниже По-моему Я Что-то Действительно Стал ниже Смотрите Тень Как будто В воздухе Летает Или Мне кажется Ну Действительно Важно А может Просто Помещение Или Потолок Стал выше Что-то Мне Не очень Нравится Ну Ладно Я Понадеюсь На Создатели Этой Игры Они Наверное Найдут Какое-то Объяснение Ну Реально Я Стал ниже Прямо Смотрите Зубами Можно Прямо Хватиться Да За За Перила Я Тебя Вижу Старый Друг Знаешь Меня зовут Нептун Я Играю В эту Лестницу Черт Бери На Нервах И Сюда Обниматься Вот По-моему Силуэт Уже Был Немножко Другой Насколько Я знаю Какой-то Сидячий Был Чупакабра Черт Побери Ну Реально Я Как будто Уже Сам Младенца Играю Знаете Я С коляски Выпал И Попал В какой-то Страшный Подъезд Темный Бегун На выход А выхода Нет Черт Побери Ты что Сейчас Было Что-то Поменялось По-моему Да Действительно Посмотрите Стало Почище Немножко Словно Змах Волшебной Палочки И стенки Стали Все-таки Чище 105 Пролет Пропало Вот это Вот знаете Ржавчина Черная А вот Опять Подтеки Начались Наверное Все-таки 106 Это хороший Знак Я надеюсь Что я Пройду Эту Игру Если Это Возможно Потому Что 106 Пролетов Блядь Блядь Это Херь Стоит Блядь Ну-ка Я попробую Тебе Как Старинки Опа Все Пока Пока Ублюдок Можешь Там Хоть Дальше Застоять Блядь Да Что За хер Смотрите Еще Снизу Стоит Блядь Твари Погашли Их Два Блядь Охренеть Два Блядь Залит Слых Ублюдка Они Меня Караулит Я Походу Вам Не очень Нравлюсь Тем Что Я Вас Умудряюсь Обхитрить Ой 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 Блядь Ой Ой Что Если честно У меня Не очень Получается Здесь Спрыгнуть Вправо С перил Не знаю Почему Как будто Невидимая Стенка Блядь